Год 1993 подарил миру список Шиндлера, парк юрского периода, день сурка, миссис Даутфайр. На их фоне совсем затерялась лента шведского режиссера Лассе Хальстрюма, что гложет Гилберта Грейпа. Как известно, в капиталистическом обществе деньги мерило успеха. С этой точки зрения, What's Eating, Гилби Грейп – кино провальное, потому что даже бюджет не отбит. Кто-то считает фильм непризнанной классикой, ну а кто-то – депрессивной скукотищей. Но все отмечают непревзойденную игру Джонни Деппа и особенно Леонардо Ди Каприо. Посмотрите, что гложет Гилберта Грейпа, и вы все прекрасно поймете, что такое Леонардо Ди Каприо. Именно через фильмографию Деппа и Ди Каприо сегодня и выходят на Гилберта Грейпа. Однако я считаю, что лента цена не только игрой актеров, и попробую это доказать. Начнем издалека. Лассе Хальстрюм – режиссер, снявший почти все клипы и документальный фильм о бабе «Хатику и шоколад». Сценаристом выступил автор романа «Что гложет Гилберта Грейпа» – Питер Хеджес. Это был его первый литературный и кинематографический опыт. Джонни Депп прочитал роман и согласился на роль даже без сценария. В то время он переживал расставание с Вайноной Райдер, поэтому состояние депрессии органично отразилось на роли Гилберта. Леонардо Ди Каприо на момент съемок было 18 лет, хотя выглядит он лет на 13. Роль умственно отсталого брата Гилберта стала для него второй серьезной работой в кино и первой номинацией на «Оскар». Итак, фильм. «Иргендва» или как там, в переводе с немецкого значит «где-то». Два брата живут в луши под названием Эндора. Каждый год они выходят на дорогу, чтобы посмотреть на проезжающие дома на колесах, символ движения. Младшему Арни скоро исполнится 18. «Моя брата Арни скоро превратится 18». «Бейбалтю» вот-вот, совсем скоро. Одна из машин ломается. «Лилла» «Лилла» неверно, правильно «Лес». Гилберт очень точно описывает жизнь в городке. «Дескровение Эндораса как танцевать и нет музыки». Название магазина символично. Конец линии, пути. Эндора – вымышленный город. А вот реальное место съемок. Мэнер, Техас. В «Дейри Дрим» продает мороженое сестра Гилберта. «Дейри» – молочный. «Дрим» – сон, мечта. Гилберт работает в бокале «Мэнер Гроссрей». Так выглядит здание в Техасе сегодня. Супермаркет на шоссе олицетворяет все новое, в то время как дом грейпов является собой старый уклад. И Гилберт его поддерживает. У Арни задержка в развитии. Он должен был прожить не больше 10 лет. И сейчас может умереть в любой момент. Арни отрубает кузнечику голову. «Я долго думал зачем, и кажется, нашел ответ. Арни ассоциирует себя с кузнечиком. Он догадывается, что неполноценен. Лишая насекомые головы, он как бы приближает его к себе, безголовому». Для этой сцены пригласили наблюдателей, защитников животных. Мол, ни один кузнец не пострадал. Но Ди Каприо реально убил букашку. Нам представляют членов семьи. Эйми, старшая сестра, любит готовить, похоже на мать. Элен, 15 лет. «Го» в разговорке синоним «сей», особенно когда рассказывают историю. Брат Ларри покинул семью. И мама. Когда-то самая красивая девушка в округе. «The prettiest girl in these parts». «In these parts» в этих краях. На фото Дарлин Кейтс, актриса, играющая Банни Грейп. «Ever since» с тех пор, с того времени. Дословно, повесить кого-то сушиться. То есть оставить в сложной ситуации без помощи. Подвести. Аллюзия на развешенное белье, которое болтается беспомощно на ветру. В скобках. Выражение со словом «хэнг» автор выбрал неспроста. «Have hands full». Иметь руки полными. Хлопотник, проворот, работы по горло. С рождением больного Арни в семье начались проблемы. Мама Бонни стала их заедать. И Гилберту вскоре пришлось заменить отца. В романе главный герой обозлен. Рассказ ведется от первого лица, поэтому реальность искажается раздражением героя. В фильме Гилберт Грейп загнал злость внутрь и отгородился стеной безразличия. Арни на дереве. «Гилберт уже смотрел в дереве». «Already» может употребляться по «симпл», когда фраза не содержит в себе новости. Гилберт на рабочем месте. Хозяин спрашивает. «Вопросе «something» обычно меняют на «anything». Давайте и мы попробуем это сделать. «Is anything going on there?» Там хоть что-нибудь происходит? Ответом может быть «да» или «нет». Оставляя «something», мы намекаем, что ответ должен быть положительным. «Is something going on there?» Там же что-то происходит?» Хозяин магазина сам и отвечает на этот вопрос. «Скадз уйма куча». Разговорка. «Привет от кого-то?» «Hello for summary». Гилберт встречается с замужней женщиной, миссис Карвер. «Go to play» — иди играть. «Go play» без «to» — иди поиграй. Арни ждет в машине. На заднем плане водонапорная башня. Приезжает муж. Он купил детям батут, но мальчики хотят бассейн. Муж естественно понимает, что жена ему не верна. Деньги — это тонкое издевательство. Гилберт это осознает, но вынужден взять, потому что на нем семья. Арни лезет на башню, чем привлекает внимание всего города. Выясняется, что мальчика все время тянет наверх. Семья обсуждает приготовление к дню рождения Арни. Приставка «this» никогда не бывает «diz». Даже следующий за ней звонкий согласный оглушается, как здесь. «Disgusting». В словарях написано, как должно быть, а носители говорят, как говорят. Эллен упрекает Гилберта в том, что он ничего не делает. А мы видим, как Гилберт вытирает посуду и следит за ремонтом дома. Правда, не очень внимательно. Гилберт показывает мальчику свою маму, понимая, что дети будут смеяться над ней. Да, он и сам это делает. На этом ненадолго прервемся. За 20 минут экранного времени уже столько символов и крючков. Дальше они начнут цепляться друг за друга. В некоторых отзывах звучит мнение, что завязку можно совсем вырезать. Никак не могу согласиться. Во второй части киноразборки расскажу почему. Манышин Илья, Сейё нон чё.